Привет всем, с вами я Леонид. Итак, у нас вот такой чайник, в котором перестала срабатывать кнопка включения. То есть срабатывает, но как-то через раз ее можно пошевелить, подергать, какой-то раз да включается. Скорее всего, если именно от шевеления этого зависит, дело в ней. Или может произойти другая ситуация, когда оно перестает выключаться. Смотришь, оно уже все кипит, тебе уже чуть чайник не разрывается, приходится выдергивать из розетки. Значит, если возникает такая ситуация, что не хочет выключаться или наоборот не хочет включаться. Если включаться, то тут уже сложнее, надо искать причину. Вот, а если выключаться именно, то обычно причина только в двух местах. Значит, здесь конструкция очень простая. Все снимается прямо без винтиков. Значит, либо вот эта кнопка, точнее термостат, который под ней находится. Вот такой. Либо термостат, который находится здесь. Вот. Если вообще нарушено включение, так, то могут быть, конечно, уже нюансы. Надо вникать, искать, пытаться понять. Вот. Собственно говоря, очень хорошо, если у вас есть хотя бы самый примитивный мультиметр. Так. И вы можете прозвонить. Взять и прозвонить, где есть ток. Так. Подсоединяем к одному концу проводка, к другому. И пик. Ставим на прозвонку и определяем. Так. Рабочие, не рабочие. И прозваниваем. Так. В данном случае не идет. Хотим определить. Здесь при соединении есть ли ток. Так. Берем и прозваниваем. Вот как раз ситуация, когда плохо срабатывает этот регулятор. Вот мы сейчас об этом поговорим, об этом регуляторе. Но причина может быть еще и в другом. Так. Регулятор есть еще один. Термостат, который должен отключать. Я говорил, если именно отключение нарушено, так, то... Вот перестало отключаться. Так. Тогда может быть причина в другом. Ну, здесь чайник очень примитивный. Он даже не на винтиках, а тупо на защелках. Хотя, вроде уже два года отработал. Вот. И сами эти защелки не помешали. Зато быстрее разберем. Так. Обычно разборку чайника. Это надо искать, где винтики прикручены. Вот. Значит, в чайнике есть вот здесь термостат. Так. И он может нарушаться. Чаще всего там нарушается, если плохо прилегает термопаста. Тут надо уже открутить винты. Так. И смотреть. Либо он внутри разрушен. Вот. Либо термопаста плохо прилегает. Либо еще что-то. Вот. Смотреть, контакты не подваливались ли. Но, если именно выключаться перестал, то тут не контакты, не проводки, а скорее всего, либо этот термостат, либо этот. В данном случае, он явно, потому что при движении кнопки он где-то раз и включился. Кнопку вот так прям соединишь, пошевелишь, покрутишь. О! Появилось. Ну, тут даже без прозвона все понятно. Вот. Но, может быть, другая ситуация, когда, значит, нет у человека чем прозвонить. Непонятно, кнопку шевелишь, не шевелишь, что-то оно не реагирует. Тогда методом тыка. Шевелим выключатель в резетке. Так. Где-то может быть переломан выключатель. Так. Вот. Проводок вплоть до захода его в подставку. Так. Далее. Там все нормально, ничего не появляется, не появился. Ставим на подставку. Так. Крутим на подставке с включенной кнопкой. Оп-оп. Начало схватываться. Так-то вообще нельзя крутить, но ради теста. Начало схватываться. Ага. Значит, проблема. Либо в этой контактной площадке надо искать, либо в контактной площадке с подставки. Так. И так далее. Так. Зашли сюда. Шевелим проводки. Смотрим, нет ломалось где-то. Ну, конечно, лучше иметь мультиметр и прозванивать все, что нам надо. Вот. И так. Здесь проблема в этой кнопочке. Я показываю, я показываю, как она устроена. Значит. Сейчас два варианта ремонта. Один, что можно сделать самому, не заменяя кнопку, а потом с заменой. Так. Вот так ее слегка прижать. В эту сторону прижать, и она отщелкивается. Вот здесь страдающее место, потому что сюда попадает пар при испарении. И так. И здесь начинает ржаветь. Ну, и плюс эта штука постоянно перегревается. Так. Здесь. Ой. Простенькая система. Нажал кнопку. Вот. Соединилась. Отжал кнопку. Так. Ее прижимает. Так. Этой штукой прижимает сюда. Разъединилась. Так. Вот. Ну, и здесь идет биметаллическая пластина, которая это все регулирует. Так вот. Если смотрим, что здесь погнулось, а это вот самое частое, погнулось, стало косое, перекосилось. Берем плоскогубчики, берем еще что-то, подгибаем, подшевеливаем. Ставим кнопку, пробуем, стало ли у нас соединяться, разъединяться. Методом тыка. Так. Видим, что закоптились эти контакты. Значит, закопченные контакты прочищаем ножичком, берем ватку, прочищаем спиртом. Можно аккуратненько эту штуковину отогнуть, только аккуратненько, чтобы не отломить вообще. Вот. Зачистить там, зачистить здесь. Выпрямить так. Соединить обратно. Ну, и смотреть, чтобы оно в ненажатом состоянии было соединено. Так. Потом надеваем кнопку. Кнопка немножко с непривычки заморочена. надевается, но возможно ее надеть. Вот. Здесь эти два проводочка должны быть воткнуты. Кнопка может быть разного типа, может быть более закрытая, открытая, но примерно конструкции у них особо принципиально не отличаются у большинства чайников. Вот. Это фактически пружина, которая просто отжимает кнопку. Значит, прижимаем ее так, чтобы не сбежала в бока. Пальцами прижимаем вниз. Все. Зашло в свою защелочку. Вот оно нажимает, включает, выключает, включает, выключает. Сейчас снимем обратно. И оно когда может нормально выключать, когда может не выключать. То есть, если оно погнуто, придется таким способом. Да, изначально можно без пружинки пробовать это все. Так, чисто. Чисто. Вот так. Вставить в эти пазы. И пробовать. Включилось, выключилось, включилось, выключилось. Ну, естественно, поставив это с дном, с контактной площадкой. Включилось, выключилось, включилось, выключилось. Бывает, что Вот эта бляшка кривая Она где-то загнута Дугой, и она вроде нажимает Но все равно не отжимает нормально Бывает, ты ее загнешь Слишком Задавишь вниз вот эту площадочку Вот эта слишком Вниз загнута, и поэтому Это не может отжаться Короче, бывает всякое, надо подгибать И так можно некоторое время Его еще Держать некоторое время Вот, потом наступает момент Когда ты с этим всем Задалбываешься и решишь, что Блин, зачем мне такое счастье Сделаю-ка я по-нормальному Так, значит, заменяем Эту штуку Так, чтобы ее заменить Нужно знать конкретную модель Вот, например, на этой модели пишет FADA SL888 Так, ну FADA не обязательно А вот SL888 Это уже может быть конкретная Модель Почему Играет роль конкретная Чтобы она встала Именно в подготовленные места Вот Для Нашей штуки Сейчас мы ее откручим Вот Если возьмем другую Она может по размерам не подойти Вот такой может быть облом Вот Значится Откручиваем Да И ищем в интернете Так Кнопка Кнопка Чайника Кнопка электрочайника И набираем SL888 Так, там Термостат Можно еще так набрать Термостат Кнопка электрочайника Термостат Кнопка Потому что просто термостат То может вот эти находить Вот И что Вынимаем ее Из того места Где она стоит Да Заказали допустим Ее в интернете Вот Отсюда Вынимаем Вот Вынимаем С этих мест Так Снимаем Вот эту штуку Опять же Повторяю Что это все Если Проводки целые Потому что Может быть Дело не в нем Может например Здесь проводок отойти Так Не иметь контакта И надо будет Всего лишь его поменять Так Снимаем Контакт Так Рвать Нежелательно Конечно Так Здесь он так хорошо С термоусадочкой Жаль Что он внутри Немножко Окислен Я его не буду С термоусадки Снимать Потом надевать Новую термоусадку Так Тем более Что большинство А я снимаю Для Не для мастеров А для домашних Любителей Большинство Все равно Этих термоусадочек Нет То я просто Зачищу Эти контакты Хоть они Слегка и окислены И Вот здесь Та пластинка Которая регулирует На температуру Так Она жмет На кнопку Кнопка передает Свой нажим Плюс пружину Совместно сюда И отключает Так Эта пластинка Остыла Кнопка Перещёлкивается Обратно Но если это все Чуть-чуть Где-то Подогнулось Загнулось Начинает нарушаться Чтобы эта пластина Портилась И ещё и её Там Подгибать И заменять То я ещё До такого Не дошёл А вот это Портится Очень часто И контакты Эти частенько Страдают Это всё Надо смотреть Итак Я уже Это всё Посмотрел В интернете Заказал Две таких Кнопки Пусть будут Про запас Вот Хоть чайники Не только Из-за этого Портятся Так очень часто Чайники Может тен сгореть Например Тогда уже Ничего не сделаешь Также чайники Начинают течь В тех местах Где идёт Контакт Разных материалов Металл И Корпус Вот здесь Так Разные Так Разные Разный пластик В этих местах Идут разные расширения Тоже может начаться Течь Вот Чем больше Всяких Вот Ставок Наворотов Тем быстрее Может это всё Потечь Вот Ну и вот Значит Имеем Имеем мы Такую самую Такую самую Зуан Бау Пишет Правда Так А не фада Но нам не суть Нам суть Чтобы было Вот это Да И ещё можно посмотреть На амперы Например Здесь 13 ампер Написано на нём 13 ампер Вот Это значит Так Стоп Можно сначала Наденем контакты 13 ампер Это Примерно Примерно На 2,5 киловатта Так Уже 10 ампер 13 ампер При 250 вольтах Да Это 2,6 киловатта Где-то Да 4 киловатта Будет На 1 4 ампера На 1 киловатт Будет То здесь Даже 3 киловатта Вот На оригинальном Поскольку Помню Писалось Тоже 13 ампер А бывают 10 В общем Если есть запас То лучше Правда Есть сомнения В точности Написания Они могут Написать Там тебе И 50 Это Китай Вот Чего Они только Не пишут Но По крайней мере Если уж точно Пишет Мало Ампер То лучше Взять На больше Вот Надеваем Плохо Надо сжать Так сказать На земле Так Ванночку Я пока В сторону Все Кнопочка Ставится Уже Сказать Интуитивно Все Должно Срабатывать Сейчас Я еще Не буду Дособирать Сейчас Я еще Не буду Полностью Собирать Только Проверим Насколько Оно Рабочее Стало Вот так И так Проверяем Уже По току Потому что Свет Чуть Потускнел Вижу Что Работает Но Все Начинает Греть Так Мне осталось Еще Поменять Лампочку Здесь Лампочка Отвалилась Так Я закупил Такое Но это Я уже Снимать Не буду Тут Обрезать Припаять И поставить На место Я обещал Тему Про Замену Именно Вот этого Термостата Либо Самостоятельное Подгибание Так Подправление Вот И замену Я показал Так Причина В этом Значит Все Окей Закупаем Заменяем И Не надо Нам Супер Сервисных Центров Можно сделать Все Сами Так Это Я уже Доделаю Закрою Вот А пока Что Все Всем С вами был Леонид Котвицкий Надеюсь Был Полезен Был 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 Bao